Пока многие девушки ради красоты изнуряют себя строгими диетами, сегодняшняя героиня рубрики «Тем временем» стремится к трехзначной цифре на весах. О нелегком способе заработка расскажем в конце выпуска, а вот что вас ждет прямо сейчас. Пошутили от души. Московские артисты сыграли в Кузбассе антрепризу по мотивам произведений Чехова. Из Парижа с медалью. Кузбасский тренер подзюдо выиграл чемпионат Европы среди ветеранов. Московские артисты пошутили над кузбасскими зрителями. Валерий Гаркалин, Юрий Смирнов и Ольга Тумайкина сыграли в регионе антрепризу «Шутка». Театральная постановка включает в себя три комедии-сатира Антона Чехова «Предложение», «О вреде табака» и «Юбилей». Талант московских гостей оценили не только зрители, но и губернатор Кузбасса Аман Тулеев. Сегодня он встретился с известными артистами лично. То, что так держится город, так выглядят люди, и так публика с наслаждением посещает спектакли, которые мы или привозим, или кто-то показывает в стационарном театре, местные актерские трупы. Я испытываю большую-большую гордость, потому что с сибирской землей Россия будет прирастать, сказал Ломоносов. Это правда. Я сама родом из Красноярска, поэтому моя-то гордость, она вообще на таких катурнах стоит. Семь городов Кузбасса подарят Новокузнецку семь уникальных клумб. Однако увидеть их можно будет лишь в июле, когда они расцветут. Летом 2013-го в Кузбассе появится рекордное количество цветников необычной формы. Городские парки и скверы будут озеленять в соответствии с мировыми стандартами. Впервые в рамках областных праздников города и районы смогут поздравить друг друга необычными подарками, уникальными клумбами. Первым их получит Новокузнецк, столица Дня шахтера 2014. Хотим, что это стало традицией, высаживать в городах и районных поселках, где бы проходить День шахтера, День села, либо еще какие-то такие знаковые события, чтобы главы городов и активная масса жителей в этих городах и районах, они дарили свои подарки. А теперь к новостям спорта. Наставник с золотой репутацией региональный центр дзюдо Кузбасса теперь может похвастаться еще одним чемпионом. Тренер Алексей Утенин с победы вернулся с европейского турнира. С 13 по 16 июня в Париже прошел чемпионат континента под дзюдо среди ветеранов. На татами вышли более тысячи участников. Французы, итальянцы, немцы и одни из фаворитов соревнований российская сборная. В своей возрастной категории Алексей выиграл все пять схваток. Победа на европейском турнире позволит тренеру выступить на ветеранском чемпионате мира. Он пройдет в ноябре в Абу-Даби. Для тренерской деятельности это только пользу я вижу в этом. Ребятишкам я показываю пример на собственном времени, что все возможно. Чтобы тянуть за собой, как локомотив. Ну и для себя, конечно, что там скрывать. Мне очень нравится это. Для своих родных, для своих близких, для друзей, для всех. Кузбасский борец взял бронзу на чемпионате России, сообщает сегодня новостной портал СИБДПО. Анатолий Малыхин завоевал бронзовую медаль в Красноярске на чемпионате России по вольной борьбе. Анатолий воспитанник областной специализированной детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва. Отмечу, что нынешняя медаль первая, завоеванная кузбасским спортсменом на чемпионатах России по вольной борьбе за последние 10 лет. На этом у меня все, но новости с вами не прощаются. Сейчас Георгий Демин расскажет о девушке, которая исполнила мечту, пожалуй, многих. Американка просто ест и получает за это деньги. Приятного просмотра и до встречи на телеканале «Мой город». Тем временем блогеры обсуждают оригинальный способ заработка простой американской девушки. Тэмми Юнг исполнилось 23 года, и в ее жизни есть цель. Она хочет набрать вес и довести его до 190 килограммов. Заняться этим ей предложил любимый мужчина – Йохан Уберман. Темми не просто пытается потолстеть, а делает это под прицелом вип-камеры на глазах у зрителей, которые готовы оплачивать такое шоу. Еще совсем недавно девушка была вполне обычной. Весила 50 килограммов, носила узкие джинсы и была стройной и подвижной. Все изменило жажда легкой наживы. Теперь Темми обильно питается и делает это в режиме онлайн. А любителей подобных зрелищ, как оказалось, существует немало. Некоторые наблюдатели даже делают своеобразные заказы того, что она должна съесть. Йохан ничуть не обеспокоен таким поведением своей возлюбленной и даже приветствует его. Правда, обходится это недешево. На еду приходится тратить ежедневно более 100 долларов США. Но зритель платит, и если вес американки превысит 190 килограмм, возможно, будет платить еще больше. Каждый день Темми начинается с плотного завтрака, содержащего сливочный сыр и жирный бекон. Потом несколько гамбургеров на обед. Затем перекусы простыми бутербродами, а на ужин пицца или что-нибудь из мексиканской кухни. Вечером перед сном необходимо выпить специальный молочный коктейль. Таким образом, энергетическая ценность дневного рациона Темми – 5000 килокалорий. А это в 2,5 раза больше рекомендованной медицинной нормы. Выглядит все это очень странно. Лишний вес еще никому не добавил здоровья. Сама Темми считает себя счастливым человеком и очень довольна своим занятием. Она всегда любила поесть, а теперь, когда за это платят, чувствует себя и вовсе замечательно. О своем легком способе поправить материальное положение расскажите нам на сайте телеканала. А чтобы постоянно быть в курсе событий, подпишитесь на наши новости ВКонтакте, Фейсбуке и Твиттере. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok